МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня тема нашего эфира звучит так. Ребята и зверята. Я думаю, это две темы, о которых можно говорить, наверное, бесконечно. Ведь дети и, конечно же, братья наши меньшие настолько милы, настолько неординарны, настолько интересны, что о них, об этих героях можно говорить действительно очень-очень долго. Вы можете присоединиться к нашей беседе, задавайте вопросы нашим сегодняшним гостям. Они, думаю, с радостью на них ответят. Конечно же, ждите розыгрыш призов. Обязательно не пропустим. Подарим вам что-нибудь интересненькое. Итак, сегодня мы запускаем небольшой обзор детских центров. И сегодня к нам пришли в гости специалисты из Центра образования и воспитания Любознайки. Я представлю всех по имену. Здравствуйте, во-первых, наши гости. У нас сегодня Марина Васильевна. Это создатель, руководитель Центра образования и воспитания Любознайки. Один из авторов программы образования, воспитания, развития речи и формирования творческого мышления ребенка средствами теории решения изобразительных задач. Преподаватель, квалифицированный специалист. Можно перечислять регалии. Очень-очень долго. Здравствуйте. Здравствуйте. Также к нам заглянула на огонек Анна Николаевна. Один из новых педагогов Центра. Ну, я думаю, уже полюбившийся, наверное, детьми и родителями. Психолог. И я так понимаю, что ваша дочь занимается в Центре уже несколько лет. Совершенно верно. Да. Нам расскажете тоже, как, собственно говоря, мама и как педагог этого Центра. Ну и третий гость у нас Мария Георгиевна. Это методист Центра, преподаватель, квалифицированный специалист. Один из создателей, соавторов программы, которую я уже упомянула выше. И, собственно говоря, тоже нам расскажет интересненько что-нибудь о Центре, который сегодня будем, собственно говоря, с вами изучать. Ну, первое, наверное, такой вопрос, самый логичный. Когда пришла идея создания такого Центра образования, воспитания, как родилась такая идея? Идея родилась, ну, достаточно давно. Ну, где-то в 2000 году я, как мама, столкнулась, я, в общем-то, по образованию сама врач, но столкнулась с такой проблемой, что я не могу помочь своему ребенку обучиться. Потому что там были вот очень серьезные проблемы, особенности развития. И я всячески искала способ, каким образом обучить своего ребенка. И стала искать. И очень много всяких программ я перепробовала, прежде чем создать свою программу. Очень много было на моем пути учителей. Вот я перепробовала все программы, вот, причем не просто перепробовала, а серьезно работала сама по этим методикам. Это была и методика Зайцева, и методика Вальдорская, и Никитинах, и Монте-Сори. И ряд методик, которые, в общем-то, я изучала не понаслышке, а именно в действии. За плечами такая хорошая теоретическая база. Нет, не теоретическая, а практическая. То есть я педагог практический. Вот с 2000 года, не прекращая, я практикую. Практикую именно с родителями и с детьми. И это позволило мне уже увидеть все огрехи других программ, которые оказались просто несовершенны. И поэтому стал вопрос, что же нужно ребенку, какие основные моменты должны быть в его развитии, чтобы включить все необходимые механизмы, чтобы он мог адаптироваться в современном обществе, чтобы он научился воспринимать информацию, пользоваться этой информацией. И самое главное, чтобы он стал человеком. Потому что очеловечивание людей – это тоже одна из задач, которая стоит перед образованием и воспитанием. Потому что образование и воспитание, они неразделимы. То есть нельзя их разделять. И в конце концов мы познакомились с ТРИС. ТРИС – это теория решения изобретательских задач. Познакомились с Кисловым Александром Васильевичем. Это президент Российской ассоциации ТРИС. И обучились у него. Получили сертификаты международного образца. Стали специалистами по ТРИС с моими коллегами. И стали уже создавать программу, исходя из тех принципов, которые заложены в ТРИС. ТРИС позволяет освободить от процессов чего-нибудь поделывания, выйти на самые главные моменты. То есть что необходимо. И вот шаг за шагом, отбрасывая все ненужное, мы выстраивали как кирпичик за кирпичиком нашу программу. И она дополнялась. И в конце концов мы уже создали эту программу. И стали авторами этой программы. В прошлом году мы получили свидетельство авторское из ТПП. И смогли уже сейчас обучать педагогов по нашей программе. И уже не только обучать педагогов, но обучать и родителей по нашей программе. И в результате настолько она оказалась эффективной, что родители, которые к нам приходят, они приходят не на один день. Вот те родители, которые действительно серьезно взялись за своих детей, они приходят к нам надолго. Потому что процесс образования и воспитания ребенка, он длительный. Потому что ребенок, его нельзя обучить. Вот некоторые там спрашивают, говорят, а есть у вас курс, например, месяц или два. Задачи меняются. В годовалом возрасте одни задачи. В трехлетнем возрасте другие задачи. В пятилетнем возрасте третьи задачи. И вот так вот шаг за шагом, как бусы, как пирамида, выстраивается уже сам ребенок. И мы, честно говоря, каждый раз потрясаемся сами своим результатом. Говорим, ну надо же, вот как эффективно, ну надо же. И когда с нами познакомился президент Российской ассоциации ТРИС, он сам в Петербурге. Он объездил, в общем-то, весь мир. Он мастер ТРИС. Много лет, больше 40 лет он занимается ТРИС. И когда он увидел наш творческий коллектив, он говорит, вы знаете, ребята, я хочу, чтобы мы с вами вообще дружили, да, и если можно, вот переезжайте к нам в Санкт-Петербург. Потому что ничего подобного я не встречала нигде и никогда. И мне бы очень хотелось бы, чтобы мы с вами работали вместе. И мы, собственно говоря, сказали, что у нас есть вот наш город, любимый, у нас есть много задач, у нас есть семьи. И мы будем работать здесь и готовы с вами сотрудничать издалека. И вот так зародилось, в общем-то, наше сотрудничество. А сами мы очень благодарны ему за все эти процессы, которые стали происходить в нас. Наша программа отличается тем, что она не залита в бетон. Вот мы создали и, так сказать, перекрестили, слава богу, все, у нас этот курс есть. У нас она живая. Выполняется, развивается? Постоянно. Причем мы даже не ожидаем, что все. Понимаете? То есть мы практикующие же, да, то есть постоянно в практике. И как только мы, допустим, увидели, что можно программу представить более эффективно, то у нас предстоит как бы новый труд. Это уже ее создать в том виде, в котором мы ее видим. И вот Александр Васильевич говорит, вы знаете, говорит, очень мало сейчас производителей. В основном все потребители. То есть в основном все там воруют друг у друга, там подсматривают что-то. А здесь как бы создана такая программа, которая... Авторская. Авторская, да. То есть, конечно, мы учли очень многие методики, которые... То есть и методику Глены Домана, потому что она очень эффективна. И методику как раз ТРИС у нас включена она. И мы выпускаем вот такие вот электронные учебники, которые, собственно говоря, отвечают на все необходимые вопросы для того, чтобы ребенка сделать таким специалистом. И, можно сказать, ну самое интересное, что вместе с детьми учатся родители. И вот еще особенность нашего центра состоит в том, что мы не с детьми работаем. Мы работаем с родителями. Есть такая замечательная фраза, что не нужно воспитывать детей, воспитайте себя. Ну, наверное, все-таки определенный смысл, определенная правда в этой фразе присутствует, в этой цитате. Школа родителей создана вами. Расскажите, пожалуйста, конкретнее, что это за школа? Неужели необходимо учиться быть родителем? Вот возникает вопрос первый, наверное. Вы знаете, я всегда говорю родителям, что у нас существует много учебных заведений, где обучают быть врачом, слесарем, журналистом, но у нас нигде не обучают быть родителями. Главные роли, наверное. Потому что предусматривается, что они сами как-то повторят своих мам, пап. И сейчас в современном мире очень многие родители просто заблудились. Потому что вот особенно в 90-е годы, когда вообще вот случился провал в образовании и воспитании, и сейчас поколение родителей таких к нам приходит уже 90-х годов, они вообще просто не знают, что делать со своими детьми. И поэтому они видят, что такая общая тенденция развлекать детей. Но когда дети приходят в школу, то родители видят, что у детей очень большие проблемы возникают. То есть самое главное, чему они научили их, это учиться. Ребенка нужно научить воспринимать информацию, научить работать в группе, научить взаимодействовать с родителями. И вот одна из главных задач у нас, это сотрудничество с родителями. То есть ребенка мама родила на всю жизнь. И появится второй ребенок, третий. Причем самое интересное, что вот те мамы, которые рождают второго, третьего, и они занимаются по этой программе уже с самого рождения, они просто-напросто, ну, такой фейерверк. Вот сейчас у нас приехали коллеги из Санкт-Петербурга. И они потрясаются, они говорят, как маленький ребенок, год и девять, он показывает такие навыки и знания, и легко, свободно, без комплексов, с удовольствием. Он изучает такие вопросы и владеет такой информацией, которая ему помогает в жизни, с развитой речью, с развитым вниманием. Память это вообще как бы у всех наших детей блистательно. И мы сами как бы удивляемся, каждый раз восхищаемся результатами своей программы, потому что она действительно уникальна. Хочется обратиться к вашим коллегам с таким вопросом, собственно говоря. Детки какого возраста? Как формируются группы? Поскольку человек, расскажите, пожалуйста, нам именно об этом процессе. К нам приходят дети с самого раннего возраста, буквально от двух месяцев. И это и дошкольный возраст, и даже дети младшего школьного возраста. Группа у нас очень маленькая, не более четырех человек, с тем, чтобы с каждым ребенком была индивидуальная работа, чтобы каждый ребенок успел показать то, что он может, вернее, то, что он подготовил, да, показать уже свои возможности, свои навыки. Я бы сказала, что не с каждым ребенком, а с каждой семьей. С каждой семьей, потому что родители обязательно присутствуют у нас на занятии. Ну как? То есть вот так вот такое мероприятие. А давайте мы посмотрим как раз фотографии, как проходят занятия. Вы пока рассказывайте, можете поглядывать, как-то комментировать их. Хорошо. Рассказывайте, как проходят занятия. Значит, родители обязательно присутствуют на занятии, чтобы они видели, как занимается их ребенок, как он проявляется в той или иной ситуации, готов ли он к каким-то неожиданным заданиям. Да, поэтому ребята у нас работают как коллективно, да, то есть какие-то коллективные задания есть. И задания, конечно, есть индивидуальные. То есть каждый ребенок обязательно должен проявить свою индивидуальность, свой уровень. Потому что соревноваться нужно не с другими детьми, соревноваться нужно только с самим собой. То есть какой ребенок был, какой ребенок стал, и каким ребенок будет через некоторое время после наших занятий. И в каждое занятие обязательно включены все направления развития ребенка, потому что наша программа — это система. И все разделы нашей программы, они взаимосвязаны, дополняют друг друга. И поэтому в каждом занятии мы обязательно уделяем огромное внимание как развитию речи. Причем под развитием речи надо сказать, что мы понимаем не только умение ребенка чисто говорить, то есть чистое произнесение звуков, но это и умение сформулировать свою мысль, умение высказать ее, объяснить свою точку зрения, почему ребенок думает так или иначе. То есть наша задача не только научить ребенка чисто говорить, наша задача — научить ребенка мыслить. И желательно мыслить самостоятельно, то есть опираясь уже, то есть быть уверенным в себе в том, что он говорит, в том, что он так считает, и почему именно это он так считает. И поэтому, конечно же, в каждое занятие обязательно включается задание по развитию логического мышления, задание по развитию воображения. Большое внимание также уделяется знакомству с окружающим миром, потому что развитый ребенок — это ребенок, конечно же, знающий об окружающем мире, любящий природу, любящий животных, любящий вообще любознательный. Обязательно ребенок занимается и упражнениями на развитии внимательности, наблюдательности. То есть без этого, конечно, никак нельзя. Но память, она развивается в каждом нашем занятии. С каждым нашим занятием... Действительно, такая теплая атмосфера, по фотографиям можно определить. У меня есть вопрос нашим телезрителям. Звучит он, собственно говоря. Сначала, наверное, расскажу, куда отправитесь, если правильно ответите на мой вопрос. Отправитесь вы на юбилейный концерт «Грушинское трио». 31 января состоится в филармонии. Ну и, собственно говоря, вопрос соответствует подарку. Какой по счету будет Грушинский фестиваль в 2015 году? 202-11-22. Звоните, не стесняйтесь. Если вы любитель бардовской песни, то, я думаю, вы с удовольствием отправитесь на столь интересное мероприятие. Очень душевный, теплый концерт ожидается 31 января. Звоните, не стесняйтесь. А тем временем, наверное, адресуя свой вопрос к Анне Николаевне, ну, вы у нас не так давно, собственно говоря, работаете. Расскажите, как принял вас коллектив, как дочка относится к занятиям из личного опыта? Вы знаете, коллектив меня принял замечательно, и этот коллектив уже к тому моменту, когда я приняла решение работать с педагогом в центре Любознайки, уже стал для меня родным, поскольку мы с дочерью занимались как раз у Марины Васильевны. И, в принципе, мне было очень легко принять это решение о том, чтобы стать педагогом, поскольку я, как родитель, скажем так, с другой стороны, уже увидела результат, видя, как развивается моя дочь, видя, как развиваются дети, с которыми мы занимаемся в группе, и дети из параллельных групп, и видя, насколько отличаются эти дети от абсолютного большинства других детей. И я не могу сказать, что какие-то дети лучше, или какие-то дети хуже, или у кого-то больше потенциала, у кого-то меньше потенциала. На самом деле, изначально у каждого ребенка в нем заложены просто колоссальные возможности, у него заложены. И вопрос только в том, насколько родители готовы помочь. И не только готовы, но и насколько родители знают, как это сделать. И когда я сама с дочерью пришла в центр, у любой молодой мамы, и даже и у опытной мамы, возникает очень много вопросов, и не только образовательного характера, но и воспитательного. И как правильно говорила же Марина Васильевна, когда попадаешь, вот когда мы попали в этот центр, да, вот с огромной кучей вопросов, а как поступить здесь, а как поступить тут, и когда тебя встречают люди, у которых есть ответы на эти вопросы, причем ответы не теоретические, а действительно практические. То есть очень много информации вокруг. То есть начинаешь применять это? Да, да, конкретно к своему ребенку. То есть там можно почитать здесь, можно почитать тут, но, во-первых, очень много информации, которая абсолютно пустая, а во-вторых, это нужно приложить к конкретному ребенку. И здесь ты получаешь помощь, то есть понятно, да, мы попадаем в систему, и эта система помогает в образовании, и мы попадаем, скажем так, в такое окружение, которое помогает и в воспитании ребенка тоже родителям. Я так понимаю, что у вас квалифицированные педагоги, мы смогли уже оценить так беглым взглядом, сколько дипломов, грамот, свидетельств и благодарностей передано вашему центру, заслужено. Я так понимаю, что действительно хорошие педагоги, которые помогают развиваться не только детям, но и родителям, вкратце, плана будущего, не больше минуты остается у нас с вами. Ну, сейчас самые главные планы – это открытие России. Вот на нас выходят педагоги и центры из других городов. Вот Санкт-Петербург, Владивосток, Барнаул. У нас уже есть некоторые центры в Сызрани, в Тольятти. То есть, в общем, потихонечку расширяемся, передаем свой опыт, делимся с удовольствием. Ну, я думаю, все вопросы, которые возникли у наших телезрителей, можете адресовать именно к вам, Любознайки, Центр образования и воспитания. Ну, я думаю, как уже вначале предупредила, что говорим сегодня о ребятах и зверятах. Вот следующая часть нашего эфира будет посвящена, конечно, наверное, лучшему другу-человеку, лучшему другу-ребенку. Это, конечно же, братьям нашим меньшим. Смотрим сюжет и возвращаемся в студию. Вовремя сделанная прививка – залог крепкого здоровья. Это золотое правило знает любой ответственный хозяин. Каждому зверю свой перечень прививок. Разобраться в тонкостях вам помогут специалисты Самарского ветеринарного объединения. Прививки нужно делать обязательно. Это, наверное, самая важная процедура. Именно нужно делать не только прививку бешенства, как все считают, но и вирусной инфекцией тоже. Вакцина делается раз в год, ежегодно, пожизненно. Первый раз вакцина делается в два месяца животному. Через три-четыре недели она повторяется. Желательно повтор делать вместе с бешенством. Вот именно как раз эта вакцина нужна. И потом уже можно смело животным гулять, не опасаться ничего. Лабораторная диагностика, УЗИ, рентген, лечение кожных заболеваний, хирургия – это далеко не весь спектр услуг, предоставляемый ветеринарным объединением. Этот хорек ожидает стерилизации. Хозяин заметно волнуется. Однако напрасно. Стерилизация – операция не опасная. Главное – сделать ее вовремя. Стерилизация кошек, собак и хорьков начинается с шестимесячного возраста. Чем раньше простерилизовать, тем лучше. Потому что стерилизация профилактирует опухоли молочной железы, опухоли яичников, опухоли матки. Существует мнение, прежде чем стерилизовать, нужно дать животному хотя бы один раз родить. Но это миф. Ветеринары обращают внимание – стерилизовать животное лучше в молодом возрасте. Мы стерилизуем кошек до 12 лет, собак до 10, тоже 12 лет в зависимости от породы. Но это по показаниям. Это уже когда заболевание имеет место быть. Здоровых животных рекомендуем стерилизовать как можно раньше. В Самарском ветеринарном объединении, кроме перечисленных выше услуг, можно оформить сопроводительные документы. Такое свидетельство необходимо при вывозе питомца из города. Документ выдается только в государственной клинике и при соблюдении следующих условий. Для того, чтобы получить этот документ, животное должно быть клинически здорово. Во-первых, не должно иметь кожных заболеваний. Животное должно быть заблаговременно вакцинировано. Хотелось бы обратить внимание владельцев животных, которые живут не в Самаре, а в районе. Ехать оттуда в Самару для того, чтобы получить этот сопроводительный документ, нет никакой необходимости. Если вы приехали в гости и гостили в Кенеле-Черкассах, то там идете в местную ветеринарную службу. И там получаете ветеринарный сопроводительный документ на возвращение обратно к вам домой. Домашний питомец для многих становится настоящим членом семьи. Когда болеет верный друг, который не может говорить и пожаловаться, переживаешь не на шутку. В Самарском ветеринарном объединении вашего любимца поймут и помогут преодолеть все недуги. Что ж, расскажет нам о своем магазине, точнее о сети магазинов «Зоомарт», собственно говоря, наши гости. Ну и, конечно же, ответит на очень интересные вопросы, которые задают, наверное, многие хозяева себе каждый день, я думаю. Итак, представляю вам у нас сегодня крутого Оксана, эксперт по птицам и рыбам и директор магазина. Эксперт, это, конечно, сильно сказано, но небольшой опыт имею в этой области. Хорошо. У нас сегодня еще присутствует Темникова Елена, кинолог, профессиональный дроссировщик немецких обчарок. Здравствуйте. Добрый день. Рядышком расположилась у нас черба Екатерина. Вы знаете все про кошек? Добрый день. Знаете все про кошек? Расскажете нам? Стараюсь и пополняю. Старайтесь и пополняйте свои знания. Ну и Ревякин Алексей, руководитель отдела продаж сети магазинов «Зоомарт», собственно говоря, нам расскажет о, не знаю, об ассортименте, наверное, я так думаю, Алексей нам расскажет, поведает. Ну и, наверное, первый вопрос. Что предоставляете? Что можно найти, отыскать на прилавках? За какой продукцией можно прийти к вам в магазин? Добрый день. В наш магазин можно прийти за разной продукцией, которая касается ваших любимых питомцев, начиная от кормов, заканчивая играми, заканчивая ветеринарными препаратами. На данный момент у нас четыре магазина. Широкий такой довольно-таки выбор. Добро пожаловать. Ну, я так понимаю, то, что подскажете каждому клиенту, подскажете какие-то интересующие вопросы? Конечно, конечно. Профессиональные консультации даем каждому клиенту. Наш основной вектор – это все-таки получить доверие, заработать доверие от потребителя, так как мы пытаемся и находим всегда то, что нужно непосредственно каждому потребителю. У нас есть самые популярные вопросы, с которыми сталкиваются, собственно говоря, наши телезрители, да и вообще, наверное, все хозяева. Вот один из них. У меня кошка и собака живут вместе более пяти лет, зачастую доедают корм друг за другом. Можно ли это? Не вредно ли это? Ну, я постараюсь раскрыть этот вопрос. Собакам вообще противопоказывают кошачьи корма, потому что те вещества, которые содержатся в кошачьих кормах, они наносят только вред собаке. В кошачьих кормах очень высокое содержание белка, что приводит к запалеваниям печени. И также есть такой препарат, как таурин. Кошка без него справиться не может, ее организм вырабатывает недостаточное его количество. А у собаки он вырабатывается самостоятельно, и как бы его излишек уже из кошачьих кормов идет только ей во вред. То есть доедать нельзя, делиться нельзя? Какими близкими друзьями не были бы кошка и собака дома? Причем проблема зачастую выходит не сразу, а с каким-то промежутком времени. То есть животное питается, ему нравится, в дальнейшем вызывает некоторые даже заболевания. Пожалуйста, остерегайтесь этого. Две отдельные миски, два корма и только так кормим своих питомцев. Сейчас, наверное, самый актуальный вопрос, распрыскивают реагенты, как защитить лапы животных. Тут сейчас, естественно, дело собаки от этого. Но у нас есть сначала звонок от нашего телезрителя, давайте поговорим с ним. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Катя. Катя, очень приятно. Вы к нам с вопросом или, собственно говоря, хотите побороться за наш приз? Да. Хотите побороться или с вопросом? С вопросом. С вопросом. Я хочу побороться опять на вопрос. Давайте. Отвечайте на вопрос, с какой по счету будет Грушинский фестиваль 2015 года? 42 по счету. 42 по счету. Ну, слушайте, замечательно. Вообще Грушинский фестиваль посещаете? Нет, но я посещаю концерт в Самаре. Хорошо. Ну что ж, я вас поздравляю. Еще один концерт, думаю, билет будет в вашей копилочке на юбилейный концерт Грушинская трио 31 января. Отправляетесь вы в филармонию. Я вас поздравляю. Берите с собой родного, близкого человека. Спасибо за звонок. Мы прервались с вами на темах реагента. Распрыскивают сейчас на улице. Как защитить лапки собак? Ну, на данный момент есть несколько простых способов защиты лап животного. Большей частью, конечно, страдают собаки. К этим средствам относятся аэрозоли, спреи, которые создают защитную пленку и так называемый воск. В любом случае, после прогулки, даже если вы используете эти средства, вы должны очень тщательно вымыть животному лапы и насухо вытереть. Желательно еще, когда лапы подсохнут, смазать каким-то питательным кремом. Но самая распространенная защита является, естественно, собачьи башмачки. Тут выбор богатый, моделей очень много, поэтому... Но у вас тоже можно подобрать, я так понимаю, в этих магазинах все башмачки и какие-то воски, и крема для собачьих лапок, чтобы они были нежными, не портились, не болели, не трескались. Такой вопрос касательно, наверное, все-таки больше именно кошек. Почему нельзя в один день переводить кошку на новый корм? Вот такой вопрос. Потому что они все разные, все корма. Корма тоже делится на несколько подгрупп, и у каждого корма свое свойство. То есть при резком переводе на новый корм могут образоваться, например, кишечные проблемы. Поэтому переводят его от 7 дней до 14 дней в зависимости от того, как кошка воспринимает данный корм. То есть постепенно подмешивают? По мере времени добавляется новый корм, на который вы непосредственно его переводите. Хорошо. Ну и тоже касательно питания. Действительно сейчас, наверное, ассортимент кормов очень широкий. Есть дешевые, есть дорогие. С чем это связано? Объясните нам, пожалуйста. Ну это непосредственно связано с его наполнением. Есть корма, которая стоит 40-50 рублей, и непосредственно есть корма 300 рублей. Чем они отличаются? Все, наверное, уже давно знают о том, что они подразделяются на три подгруппы. Эконом, премиум, супер премиум. Отличаются они между собой своим составом. То есть самый минимальный состав, более расширенный и полноценный сбалансированный корм, который непосредственно на выходе уже будет довольно-таки дорогим. Дешевые корма, они тоже, в принципе, неплохие. Но их требуется намного больше для поедания животного, чем непосредственно дорогой. Хорошо. Скупое платье дважды в итоге. Можно поднести. Если человек хочет сэкономить, то проще, например, большой пачке дорогого корма. Там будут все витамины, которые необходимы кошке для развития. Его хватит на дольше, нежели чем дешевого. Я так понимаю, с собаками аналогичная ситуация тоже. Услаемость дорогих кормов, она гораздо выше. Соответственно, все больше питательные витамины остаются в животном. Ну что ж, я предлагаю вам немножечко передохнуть, ответить на вопрос, думаю, наш телезритель. Точнее, попытается. У нас есть фото-вопрос. Внимание на экран. Посмотрите, пожалуйста, из какого фильма этот кадр. Собственно говоря, конечно же, связан с животным, как вы догадываетесь. Кто снимается, можете рассказать нам. Быть может, смотрели, быть может, видели трейлер хотя бы. Расскажите. 202.11.22. Получите билет в кино, киномечта. Кинотеатр ждет вас. А мы продолжаем, собственно говоря, отвечать на самые популярные, самые интересующие вопросы. Наши телезрители, но и не только наши телезрители, я думаю, о многих-многих питомцев. Многих хозяев своих питомцев. У меня есть код. И можно ли мне в такой ситуации завести попугая? Кто? Это, наверное, я смогу ответить на этот вопрос. Если человек рискнет завести птичку, неважно, попуга это будет или какая-то другая птичка, то он берет на себя ответственность. Потому что в природе, несмотря на то, что 10 тысяч лет назад уже кошка одомашненное животное, птички были ее естественной пищей. И охотничий инстинкт у них до сих пор очень развит. То есть они могут жить прекрасно вместе, там, 2-3 года. И потом у кошки все-таки, возможно, охотничий инстинкт в одно прекрасное утро возьмет верх. То есть вы понесете большую потерю и расстроитесь и вы, и ваши дети. Поэтому, если берете на себя ответственность, то их нужно все-таки как-то изолировать друг от друга. Если вы пускаете птичку полетать, в этой комнате не должно быть кошки. Если у вас там есть клетка и в этой же комнате живет кошка, то клетка обязательно должна быть как-то стационарно установлена, чтобы кошка ни с разлету, ни лапами не смогла эту клетку свалить, открыть и все-таки съесть птичку. Потому что много мы видели милых сюжетов в интернете, когда попугаи дружат с котами. Но, к сожалению, зачастую это заканчивается, это дружба замечательной трагедией. Поэтому нужно всегда об этом помнить. Но мы сейчас как раз видим на экране нашего гостя, это попугай. Я так понимаю, что не только корма и какие-то аксессуары для животных представлены в ваших магазинах, но и сами, собственно говоря, животные. Кто из них? Конечно, все животные у нас много представлены. Это и птицы, и рыбы, и грозуны. По сути, при любом желании можно найти любого животного. Ну вот мы как раз сегодня видим рыбок, еще нам привезли. Как мы уже сегодня проговорили за эфиром, у нас многие животные побывали в гостях, но вот рыбки у нас впервые. Что это за рыбки, расскажите, пожалуйста. Это рыбки относятся к лабиринтовым. Это петушок сиамский. Очень красивые рыбки, но бывают гораздо красивее. Таких же родственники петушки. Вот это вот сейчас представлен самый простой способ их содержания. Это, например, офисный вариант, если человеку хочется кусочек природы в офисе. Или есть желание удовлетворить потребность ребенка в рыбке. То есть это самый экономный вариант. Рыбка, которой не требуется установление техники для того, чтобы снабжать воду кислородом, потому что она поднимается на поверхности, да и что поверхности сама. Единственное, что нужно, это готовить воду, естественно, кормить. И все, техника никакая не требуется. То есть им такого помещения, в принципе, хватает? Да, жалеть их не нужно, потому что в природе у них очень похожие условия, и они чувствуют себя достаточно хорошо. Водвоем их содержать нельзя, они бойцовские. В Таиланде даже проводятся бои азартные такие, на которых делают денежные ставки. И там рыбки, петушки довольно быстро, результат боя наступает. То есть один убивает другого очень быстро. Поэтому живут они по одному. Или вот такой вариант, как мы видим, тройной. Там есть стенки-перегородки. Туда умещаются три петушка сразу. То есть их можно подобрать разноцветных. Выглядят они очень красиво. У них разное настроение. Кто-то там отдыхает, кто-то плавает, расправил свои плавнички. Здесь можно содержать сразу несколько петушков. И такие тоже варианты аквариумов продаются в наших магазинах. Слушайте, ну это действительно интересно, потому что, скажу честно, у меня папа очень любит рыбок, разводит. Ну, я имею в виду, пополняет свой аквариум какими-то разными видами. Ему очень сильно нравятся петушки. Он понимает, что другими рыбками содержать их нельзя. А одна вроде бы для аквариума, для такого большого, как-то слишком вольготная будет. Очень интересный вариант. Первый раз слышу лично я. Хотя вот в семье у меня есть человек, который увлекается рыбами. Поэтому спасибо большое. Я уже подскажу ему такой вариант содержания именно красивых таких петушков. Потому что у меня тоже... Ну, по сути, его можно тоже содержать в аквариуме с другими рыбками. Вот у меня дома он уживается с анионами, уживается с меченосцами. То есть это надо за мной консультацию какую-то уже определенную. Понимать, кто с кем уживется, кто не будет воевать. Хорошо. Такой вопрос от наших телезрителей. Сколько лет живет кролик? Кстати, есть ли у вас кролики? Да, у нас кролики периодически бывают в продаже. Мы берем их только у проверенных заводчиков. Поэтому у нас их бывает перерыв в наличии кроликов. Если мы берем партию, то это уже проверенные здоровые животные. Кролики в природе живут около 10 лет. А декоративные кролики, декоративный пород, они живут от 4 до 8. Там есть некоторый разброс. И чем мельче порода кроличья, именно того вида декоративного кролика, который у вас есть, тем, к сожалению, короче срок его жизни. Там очень варьируется диапазон от 4 до 8. Бывают, конечно, долгожители, так же, как они достигают, как их дикие сородичи достигают 10-летнего возраста. Ну, к предыдущему вопросу вернемся о кошках и попугаях. Собственно говоря, легко ли научить птичку говорить? Вообще, есть ли, не знаю, какие-то породы, виды птиц, которые легко обучаются? Да, конечно. Чемпион в этом отношении – это попугай Жако, это достаточно крупный попугай. Естественно, такой попугай стоит недешево. Но он очень быстро запоминает, он запоминает наибольшее количество фраз, в отличие от остальных видов попугаев. Он запоминает около 200 фраз. И у него интонация и тембр голоса очень похожи на человека, который их произносил, в отличие от других попугаев. Также легко обучаются корелла, какаду, амазон, который сегодня приехал вместе с нами, он у нас говорит. Только сейчас растерялся немножко, потому что перенес транспортировку. И мелких попугайчиков также легко научить говорить. В частности, волнистых попугайчиков, которые всегда доступны и всегда есть в продаже. Единственное, что нужно взять молодого попугайчика, чтобы начать обучение. Хотя бы с двух месяцев и где-то до полугода он будет очень восприимчив. Хорошо. Что ж, такой вопрос. У нас есть звонок от телезрителя. Сначала давайте послушаем его. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, из какого же фильма этот кадр, который вы видели на своих экранах. Вот, пожалуйста. Боюсь ошибиться, мне кажется, это замерзший из Майами. Нет, к сожалению. Я понимаю, что, наверное, одеяло вас сбивает с толку. Не тот фильм вы назвали. Есть ли у вас домашний питомец, скажите? Конечно. Кто? У нас кот. Кот. Хорошо. Что ж, я думаю, тогда следующий вопрос, точнее, ответ на следующий вопрос будет вам интересен. Вкратце отвечаем. Если кот не отказывается ходить в лоток, есть ли какие-нибудь вспомогательные средства? Сейчас рынок довольно-таки им переполнен. Сейчас очень много средств вспомогательных. Разные направленные действия. И также есть приучающие спреи к туалету. Непосредственно они брызгаются. На них на всех написана инструкция, как необходимо ими пользоваться. Есть для приучения, для отучения в ненужных местах гадить. Для того, чтобы не царапал там, где не нужно. Для того, чтобы царапал там, где нужно. То есть для приучения к местам игр, например, либо же к лежакам, к тем же самым. То есть сейчас, в принципе, это очень много. Все достаточно. Но я думаю, на другие вопросы, которые мы не успели сегодня ответить в эфире, я думаю, вы сможете адресовать лично специалистам сети магазинов «Зоомарта». Обращайтесь. Я думаю, так же интересно, как и нам в эфире, они ответят на ваши вопросы. Что ж, была программа «Универсальный формат». Я с вами прощаюсь. Вам спасибо, что были в нашей студии. Ну и всего доброго. Берегите своих детей. Берегите своих людей. Любимых питомцев. До свидания.